Еще раз добрый день, уважаемые слушатели, в эфире Финам-ФМ бизнес-класс, меня зовут Олег Дмитриев, и как всегда в это время мы с вами встречаемся с успешными российскими бизнесменами, задаем много вопросов, ну, главный вопрос, как стать таким успешным, нас это всегда интересует, с интересом слушаем ответы, ну и в общем разбираемся в деталях, по возможности, конечно. Конечно. Сегодняшний эфир имеет следующую тему, замечательную тему, я думаю, многим будет он очень интересен, мы будем говорить сегодня о рынке настольных игр в России, в чем я у моих гостей уточнил, действительно, речь идет только о настольных играх, мы не будем говорить ни о компьютерных, никаких там еще активных играх, только лишь настольных. Вот такой рынок существует, и он достаточно большой, ну, в общем, в деталях сейчас мы с вами погрузимся через некоторое время. Прежде всего я представлю гостей, и сегодня в студии бизнес-класса Сергей Кузнецов, создатель игры Imaginarium. Добрый день, Сергей. День добрый, и не только Imaginarium, а еще нескольких других настольных игр. Замечательно, замечательно. Извините, уж мы вас будем представлять именно как создатель Imaginarium, но вы когда-то добавляете, и еще многих других. И в студии бизнес-класса Дмитрий Борисов, совладелец компании Мосигра. Добрый день, Дмитрий. Да, здравствуйте. Ну что ж, давайте сразу начнем нашу беседу, и мне хотелось бы услышать от вас. Действительно ли настольные... Я ассоциирую это со своим детством, глубоким, далеким детством. Тогда было, может быть, не такой большой выбор, но за неимением, я к чему веду, за неимением альтернативы, действительно, настольные игры были популярны. Ну, для меня самый классический пример настольной игры, можете меня поправить, может быть, не так. Это лото. Лото. Вот, замечательно. Мы собирали всей семьей, много поколений, по копеечке играли, а можно и без копеечки было играть. Это были замечательные времена. Я предполагаю, что в Советском Союзе лото, вероятнее всего, был, правда, самый популярный, продаваемый и самый известный, знаменитый игрок. Домино, может быть, еще, да? Домино и эллидит. Хотя она уже специфика все-таки уже. Но в Советском Союзе настольных игр было не так много. Вот, вот. И как только... Советский Союз кончился. Советский Союз закончился, в России потихонечку начал наступать бум настольных игр. Сначала, если я правильно понимаю всю ситуацию, пришли крупные западные игроки, да. Ну, как всегда, да. В России появилась Монополия, в России появились Activity и прочие игры. Потом включились вновь появившиеся игроки на российском рынке, которые начали создавать игры. Если я понимаю, мои коллеги с компанией Мосигра, они сейчас наиболее успешны в России по созданию собственных настольных игр. Мы, как независимый разработчик, то есть в моей компании настольные игры стоят на первом месте. Это наш основной приоритет. Вот. Мы делаем... Я уточню, Сережа, а помимо настольных игр еще вы чем-то занимаетесь, да? Да, да. Мы даже начали не с настольных игр, мы начали с издания книги. И мы производим достаточно большое количество очень странной подарочной сувенирной продукции. Мне нравится. Хорошая реклама такая. Вы знаете, мы еще делаем много странных вещей. Это и правда странные вещи. Если у нас в эфире останется время, я расскажу. Я с удовольствием послушал. Вот. У нас наша история создания настольных игр началась как раз с игры Imaginarium, про которую вы говорили. Это дженерик настольной игры Dixit. Ну, вот мне лично ничего практически, да, из того, что ты рассказал, кроме слова, настольные игры, непонятно. Если можно, вот для меня, как человек неискушенного, ну и, может быть, наверное, среди наших слушателей тоже есть... Да-да, я постараюсь... Расшифруй, пожалуйста. Избегайте терминологии. Нет, нет, ну и просто, чтобы было понятно, о чем лечь. Настольная игру, которую создали мы, это настольная игра, в рамках которой игроки загадывают ассоциации на какие-то очень разноплановые, интересные иллюстрации российских иллюстраторов и пытаются понять... Друг друга. Друг друга кто что загадал. Вот. Игра удивительным образом стала очень популярной. То есть это одна из тех игр, которые позволяют общаться друзьям нормально, без мобильных телефонов, без айпэдов, без прочих атрибутов общения, которые... Сереж, смотри, ну вот, собственно, да, стратегический вопрос такой, ключевой, который я хотел бы с вами прежде всего сегодня обсудить, это зачем? Зачем? Дим, вот зачем настольная игра? Понятно, что я, имея свободное время, могу его по-разному, особенно сейчас, я не случайно начал своих далеких воспоминаний, потому что, ну, не было альтернативы, да? Ну, в лотошку, ну, давайте сядем, поиграем в лотошку. А сейчас, ну, столько всяких вариантов, я уж про телевизор и про все остальное не говорю. Можно и в компьютере, да, можно и там побегать, можно и в телефоне что-то найти. И тем не менее, вот есть, ну, я не хочу вас обидеть, да, есть такой архаизм все, настольная игра, но... Извините меня, да, это такой какой-то дедовский вариант выглядит так для меня в экономике. И тем не менее, он пользуется популярностью, да, и, наверное, все-таки идея, кстати, да, вот возвращаясь к иммагинариуму, идея все-таки нереволюционная, мне кажется, да? Идея нереволюционная, я уже использовал, видимо, мало знакомое нашим радиослушным слову дженерик, это продукт следующего поколения, то есть мы уже взяли существующую идею и на ее скелете создали собственный продукт. Здорово. Ну так вот, Дим, скажи, пожалуйста, почему настольная игра сейчас в 21 веке, и тем не менее, пользуется популярностью, более того, рынок растущий, насколько я понимаю, сейчас мы об этом тоже... Я думаю, что это как раз закономерно. Люди периодически берутся за компьютер, играют в компьютер, бросают его, садятся за настольную игру, потом садятся обратно за iPad, играют в iPad, бросаются к настольной игре. В общем, это как бы нормальная смена время проведения. Настольная игра – это, в первую очередь, конечно, общение. Возможность пообщаться с своими друзьями за одним столом, пообщаться не по телефону или через... Ну, то, о чем ты, Сережа, начал рассказывать, глаза посмотреть, послушать. Ведь наверняка же, несмотря на то, что ты привел пример игры такой интеллектуальной, где нужно думать в моменте, где нужно что-то мыслить, разговаривать, ну, наверняка, помимо этого, ведь за столом вот эта теплая атмосфера, когда родственники, друзья, близкие, еще многие других, да, вещей обсуждаются, как водятся, правильно? Так она и есть причем. То есть это повод собраться просто, да, лишний раз, если он вообще бывает в наше время лишним, когда... Вот сейчас, извините уж, я прямо в эфире это скажу, я самого близкого своего друга не видел почти полгода. Он живет на другом конце Москвы, и не на другом конце России, или на другом конце Москвы, на другом конце Москвы. Я каюсь вот сейчас, если меня слушают, просто потому что, ну, это ужас, потому что надо найти время, чтобы отсюда приехать туда. В будни это практически невозможно. Вот, несмотря... Ну, и надо взять лото. Нет, нет, смотри, это будет поводом, по крайней мере, теперь я, Саша, к тебе обязательно приеду в гости, потому что у меня теперь лото появилось. Видите, раньше почему я не ездил? Потому что у меня лото не было. Мне еще кажется, что я здесь чуть-чуть не согласен с тем, что людям есть чем заниматься, это гигантское количество вещей. То есть мне как раз кажется, что даже жителям Москвы, гигантскому мегаполису с любым спектром развлечений, по-хорошему, вот так положу руку на сердце, делать нечего. То есть ходить в кино каждый день надоедает, боулинги, керлинги, картинги и прочие слова с инговыми окончаниями приедаются также достаточно быстро, если не становится серьезным хобби. И людям моего поколения, то есть там 30+, людям более младшего поколения, очень часто у них стоит вопрос, чем занято свободное время. И компьютерные игры, даже несмотря на тот факт, что сейчас там большинство компьютерных игр позволяют сильно социализироваться, параллельно общаться и прочее, они не дают эффекта живого общения. И, соответственно, мне кажется, что мы не говорим про некий архаичный рынок, мы говорим про, особенно учитывая Россию, довольно динамичный, развивающийся и современный рынок. То есть я, у меня еще два года назад, когда мы планировали деятельность нашей компании, был достаточно длительный спор с моим бизнес-партнером, он утверждал, что рынок настольных игр это такая штука умирающая, что это как книги. То есть мы сейчас все понимаем, что с книгами история очень простая. Поменялся формат, люди начали переходить на электронные книги, и ежегодно количество покупаемых бумажных книг очень сильно снижается, а количество экземпляров продаваемых электронных книг сильно растет. И, соответственно, мой партнер мне говорил, что, дружище, здесь то же самое, поверь мне, это куски картона, мы не можем продавать куски картона с идеей, потому что люди покупают электронику, и, в общем-то, привыкли играться с электроникой, но это не так. Вот уже два года мы выпускаем настольные игры, и есть понимание того, что до конца своих дней я буду продолжать этим заниматься, потому что это не тот рынок, который возьмет и неожиданно слопнется, потому что компьютерные игры взяли и вытеснили это. Абсолютно разные рынки, и вот мое очень... Ну, подожди, дай бог, конечно, так и было до конца твоих дней, и дни эти очень и очень далеко. Ну, смотри, действительно, да, конкуренции прямой нет между компьютерной игрой и настольной, наверное, по объективным причинам. Но, в конце концов, может через пару лет произойти что-то, да, появится что-то, что будет вот такой альтернативой. Ведь все же мы семимильными шагами с точки зрения развития той же самой электроники, там, каких-то новых технологий движемся. То есть вот такой опасности... В данном случае я не сильно боюсь, потому что мы стараемся быть современными, и какие-то версии наших идей мы выпускаем для мобильных платформ. Мои коллеги из компании Мосигра делают так же, то есть я знаю, что у них для ряда игр существуют приложения для iOS, возможно, для Android, я просто здесь уже не в курсе. То есть мы в любом случае интересные игры, интересные проекты стараемся делать и интерактивными, переводя их на другие платформы, но ощущение того, что все игры уйдут туда, и страха того, что рынок настольных игр возьмет и коллапсирует, лично у меня нет. Наоборот, тут происходит поддержка других сфер, если человек играет в iOS и попадает на нашу игру, естественно, он уже приходит и к настольной игре. И наоборот, тут поддержка, это как раз как общая игровая сфера, здесь хорошо все. Это радует, здесь все хорошо. Я подумал еще, видимо, тактильные ощущения тоже очень важны, да, ведь все-таки, ну, понятно, что планшет планшетом, а здесь еще надо пальчиком потрогать, карточка там, картинки красивые. Самому кубики кинуть, фишки переставить, в общем, все так. Возможность общения людей приличает именно на настольной игре, то, что ты общаешься не с клавиатурой и монитором, а то, что ты общаешься с человеком, ты можешь в любой момент прерваться, ты можешь человека обмануть. Это очень важный момент. Поподробнее чуть позже. Спасибо огромное. Сейчас мы прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, ну, а потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии. Сергей Кузнецов, создатель игры Imaginarium и многих других игр, я так обещал. И Дмитрий Борисов, совладелец компании МосИгра. Мы обсуждаем тему рынка настольных игр в России. Ну, и вопрос давайте касаемо рынка. Действительно, ну, рынок вот в таком глобальном смысле, да, капиталистическом, он действительно есть, Сережа, рынок настольных игр в России. Ну, вот здесь, я думаю, чуть более полно Дима ответит на этот вопрос. Рынок гигантский и рынок растущий. То есть сейчас, возможно, в каких-то регионах еще нет МосИгры или там других... Это самые отсталые регионы, я так... Других сетей, где нет МосИгры. Но, тем не менее, ребята очень активно развивают с точки зрения экспансии и, в общем... Дим, ну, вот в целом, да, сейчас пока не конкретно о МосИгре, а в целом. Как рынок этот действительно? Ну, рынок мировой, он уже по факту сформирован. Понятное дело, что там Америка, Германия, Франция, они... Да, и здесь нам пока надо завидовать, вот. А чем наш рынок хорош, это то, что он очень активно развивается, и многие сейчас, крупные компании иностранные, они как раз делают ставку именно на российский рынок. Поскольку там уже завоевывать каждый процент, долю, уже сложно, да, тяжело, то на российском рынке это пока доступно. Есть куда вкладывать деньги и достаточно неплохо их возвращать, да. То есть в целом, вот если говорить в среднем, точнее, в год, да, какой прирост у вас на рынке? На рынке. На рынке сложно померить прирост, но я думаю, что он где-то там от 50 до 80 процентов. В год. В год. Это гигантская сумма. Это касательно настольных игр, да, вот. И у него там есть просто свои особенности, там можно по-разному считать, но я думаю, что примерно рынок сойдется во мнении, что это 50-80 процентов. Приличная цифра. Да, и крупные компании, которые сейчас еще успевают выходить на этот рынок, то есть есть еще у них возможность. Да, потенциал, конечно. Да, они понимают этот потенциал, они стараются, они сейчас огромные деньги вкладывают в маркетинг. В общем, рынок становится очень взрослым, вот, это там буквально сейчас, наверное, 5 лет, и он там какой-то сформирует свой уже там полный скелет, вот, и дальше только мясо на расчете. Хорошие метафоры, да? Смотри, ну а теперь более детально, да, ну и в частности о Мосигре, если поговорить, да, рынок есть, рынок достаточно мощный. Вот, собственно, цифры прозвучавшие, они впечатляют. Жесткая конкуренция или, учитывая то, о чем ты рассказал, есть еще возможность туда втиснуться, да, прийти со стороны, может быть, даже и из-за рубежа, или уже это чувствуется? Конкуренция достаточно слабая пока, вот, таких серьезных крупных игроков на рынке еще пока нет, это рынок с точки зрения большого бизнеса еще достаточно маленький. Большие игроки, они ждут, когда этот рынок вырастет, они инвестируют деньги в тот момент, когда это будет наилучше соотношение между ценой и, там, организацией уже самого рынка. А пока, в общем, рынок ждет того, чтобы его родили, да, вот, и затем уже придут серьезные игроки, которые будут вкладывать большие деньги. А эти игроки оттуда придут опять из-за бугра? Часть из них, естественно, придет из-за бугра, но, в общем-то, я смотрю на рынок, схожий к нам, это рынок игрушек. Наши отечественные игроки, они ничем не хуже иностранных, и они лучше намного понимают наш рынок, нашу специфику. Это логично, да, потому что ментальность. Я просто сужу по контрактам, которые мы заключаем с российскими компаниями и с иностранными. Ну, мы с иностранцами не во всем друг друга понимаем. С российскими компаниями все понятно. Мы уже там... Смотри, мы можем не понимать, да, иностранца по нескольким причинам, одна из которых действительно разный взглядов на одни и те же вещи, потому что иностранец, да, воспитан там, мы воспитаны здесь. Иногда, может быть, вот это непонимание, это результат конфликта интересов такой, тоже может быть, наверное, нет? Скорее, некого этапа развития бизнесов. То есть, там они далеко уже зашли, да? Они там далеко ушли, у них правовая база уже для них комфортная, проработанная. Они не совсем понимают, как играть по российским правилам. А их порой и нет этих правил, правильно я понимаю? Ну, где-то они там нерегламентированы. Вот, вот, вот. И, если позволите, давайте вот о чем поговорим. Можно как-то сегментировать, да, как-то поделить на основные части, с точки зрения, потребности. Вот, что такое настольная игра, мне более-менее понятно. Ну, есть, видимо, да, условно говоря, для определенного возраста игры или, так сказать, каких-то определенных направлений, Сереж. Все так, есть разные сегменты, там, отдельный сегмент детских игр, это игры, которые покупают с родителями для детей, это развивающие игры, это игры для компаний, это игры на открытом воздухе, аутдор игры, там, твистеры и прочее. Это игры, наверное, для двоих людей. Такие тоже есть. Да, да, конечно, есть сегмент рынка с играми лишь для двух людей. Дим, что... Я бы укрупнил немного. Это, есть основные направления, это стратегические игры, есть, это игры, где, там, нужно подумать, там, достаточно серьезная партия идет, она обычно, там, 40-60. Достаточно высокие ставки в игре, ну, я не денежный, вот. Есть... Не только денежный. Есть рынок пати игр, это то, чем как раз Сергей в основном занимается, где команды или игроки соревнуются, это все очень весело, достаточно большая компания собирается. Да, это в основном игры для отдыха. Есть рынок игр простых совсем, это пятиминутные партии, быстро раскидать, кричать, бежать, там, хватать что-то, они такие прям пятиминуточки, вот. Вот, это основные направления, может быть, я там сильно упростил, но... Нет, это хорошо как раз. Для слушателей, наверное, проще так понять. В основном игры нацелены на то, чтобы люди хорошо просто провели время. И те люди, которые немножко уже углубились в настольные игры, они ищут себе более серьезные настольные игры, увлечения какие-то, там, стратегические игры. И они готовы больше времени проводить за этим. Они хотели бы уже не просто повеселиться, а немножко подумать. А стратегические игры, это вот по аналогии, да, с известными играми, где ты что-то строишь, где есть огромное количество персонажей, да? Это все так, и как раз мы недавно собирались с друзьями и решили поиграть в стратегическую игру. Взяли настольную версию World of Warcraft, игра, в которой, я сейчас буду перечислять, там достаточно забавные цифры. Там около двух тысяч фишек персонажей, там правила восьмым кеглем на 60 страниц, там какие-то сотни или тысячи активных карточек. У нас подготовка к игре отняла примерно... Неделю. Ну, не неделю, но часов пять мы готовились, читали правила и пытались понять, что к чему. Ну, такие игры, как правило, надо познавать уже непосредственно в самом процессе. Давайте начнем, а там будет ясно. Ну, так вы разобрались, повторяйте, в пять часов? Да, мы потратили пять часов, мы разобрались. Мы играли шесть часов, не останавливаясь. Это невероятный азарт. Потому что это интересно, да? Да, да. Азарт, интерес, игровой накал страстей был максимально высок. Мы не успели закончить эту игру, потому что там время было уже четыре часа утра. Да-да-да, по раз. Здорово. И какие-то игроки засыпали. Ну, действительно, есть прямо настольные игры, которые затягивают молодые люди, в которых есть время играть. Они могут и играть всю ночь, а потом переходить в день. Такие игры... Ну, то, что я помню, то, что у нас пользовалось популярностью, это цивилизация Сидомера. Ну, это, конечно, там всю ночь, и можно еще в день уйти, а потом еще в ночь. Вот такие вот настольные игры. Ну, в общем, серьезные стратегические игры, это игры, в которые можно и правда играть часами, днями и, возможно, даже неделями, если игра совсем сложная. И они очень хорошо отражают... Ну, это как мини-мир твой, да? Там есть какие-то события, которые ты должен каким-то образом сам воспроизводить. Там есть игроки, которые могут против тебя собраться, да? Ты сильный, они все собрались против тебя. А потом Вася сильный, давайте Васю валить. И вот это вот такая жизненная абсолютная штука. Здорово. Ну, наверное, все-таки, да, вот если говорить о востребованности, стратегические игры в отдельной какой-то категории, в основном, ну, такой есть стандарт, да? Есть некие массовые, да, что называется, продукты, а есть продукты уже более, там, эксклюзивные. Среди массовых, Сережа, это что можно назвать? Среди массовых игр, как Дима отметил, я в основном выпускаю... Да, что же там в основном? Я только выпускаю игры для пати-сегмента, и мне кажется, что этот сегмент, он вообще самый массовый. Дим, я прав? Да, он самый массовый на данный момент, и, ну, в общем-то, он и в Европе, и в Америке он самый массовый. Да, я думаю, что сильного смещения с этого сегмента не произойдет. И, соответственно, на этом сегменте пати-игр есть как интересные крупные западные проекты, это Elias Activity, там, монополия, про которую мы все знаем, а так есть и достаточно интересные, крутые российские проекты. Это Шакал, это российская игра «Медвеж». Ну, Шакал не пати, да. Хотя по настроению он, да, такой пати. Всегда относил его к этому сегменту. Как ни парадоксально, мы с Imaginarium очень хорошо вошли и стали одним из лидеров сегмента пати-игр российского пока еще. Вот. В общем, я думаю, что... Ну, мне вот добавка твоя очень понравилась. Пока еще. То есть вы посмотрите, да, и туда, по ту сторону. Мы постоянно посмотрим на ту сторону, потому что... У Сергея очень много интересных проектов. Есть ощущение... Мы за этим следим. Есть ощущение, что российский рынок динамичный, развивающийся и очень интересный, но, тем не менее, западные рынки чуть более емкие и, бесспорно, очень хочется со своей продукцией выходить не только на российский рынок, но и на западный. Тут есть достаточно большое количество сложностей, с которыми мы сталкиваемся. Я хотел бы, да, более детально об этом поговорить. И сейчас мы опять пойдем на новость, потом продолжим после них. Но, тем не менее, идея какая? То, что иностранец приходит на российский рынок, мы к этому давно привыкли, да, и как бы объективно с этим согласились. А вот то, что наш бизнесмен выходит на уже устоявшийся и давно существующий рынок за бугром, это вещи такие, опять-таки, эксклюзивные, ну и, как минимум, редко встречающиеся. Хотелось бы вот это обсудить. Сейчас, единственное, что им порывемся. Новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Мы обсуждаем сегодня тему рынка настольных игр в России. И в гостях бизнес-класса сегодня Сергей Кузнецов, создатель игры Imaginarium, и Дмитрий Борисов, совладелец компании Мосигра. Сереж, тебе вопрос. Очень интересная тема, на мой взгляд. Ну, мне, по крайней мере, хотелось бы услышать, действительно ли это так. Очевидно, что, да, рынок Российской Федерации во многих его ипостасях интересен иностранному бизнесмену. Вот он активно здесь присутствует, развивается. А вот то, что российский бизнес выходит на завоевать, да, посматривает на то, как бы завоевать иностранный рынок, это редко встречающая вещь. Ну, мне кажется, что не так уж и редко. То есть очень многие российские продукты, идеи и услуги востребованы. То есть там в качестве хорошего, удачного бизнес-кейсера, который прям на кончих пальцев, это Касперский, который начал свой бизнес в России по безопасности. И, соответственно, сейчас во всех странах есть антивирус Касперского, какие-то защитные программы Касперского и прочее. И, в общем, это одна из сотен сфер, где русским отлично удается вести свой бизнес в Европе и продавать российские продукты в США, в Европе и в прочих странах. У нас ситуация, в общем-то, аналогичная. Мы просто достаточно молодая компания. И, соответственно, вот в планах только сейчас стоит выход. Мы этой осенью будем на одной из крупнейших игровых выставок европейских в Эссене, в Германии, будем стараться общаться с крупными европейскими игроками и стараться находить пути выхода на их рынок с частью наших игр. То есть у нас бесспорно возникает проблема, так как Дмитрий уже говорил, что западный рынок устоялся. У каждой популярной игры уже появилась игра аналог, игра дженерик, и они заняли свои ниши. Не уверен, что европейский рынок прям с распростертыми объятиями будет ждать еще дженерики из России, аналоги игр. У нас сейчас появилось несколько оригинальных игр, аналогов которых нет в Европе. Я предполагаю, что с этим у нас проблем не возникнет вообще, но, тем не менее, вот с тем же иммагинариумом, который очень популярен в России, в которой я знаю, что люди играют в Европе, в Таиланде, в Индии, потому что русские очень активно перемещаются. И, в общем, любимые остальные игры берут с собой. Ну, подожди, это разные вещи все-таки, да? С одной стороны, ты увидел, что в Европе играют в, извини, в иммагинариум, подошел и услышал российскую речь. Ну, это те же самые наши... Я просто... Как раз история в том, что играют сами немцы, то есть я знаю, что всем очень нравится, играют сами индусы, как это ни парадоксально им нравится. Игра достаточно интернациональная и, в общем, может выходить на любые рынки. Просто вопрос в правовом поле, вот, мы находимся на достаточно... В далеком расстоянии. В шатком положении, потому что в рамках российского правового поля мы компания, которая создала с нуля прекрасный продукт с хорошими правилами, собственным дизайном, собственным названием и прочее. А в рамках европейского правового поля у нас схожие механики. То есть, вот, как я говорил, с частью продуктов у нас будет достаточно большая сложность по выходу на европейский рынок, если у нас вообще получится. Ну, во что я в принципе верю. Но с частью продуктов, я думаю, что... Скажи, пожалуйста, а вот для тебя лично, как для руководителя компании, да, ну и для твоих коллег, выход на иностранный рынок, это что? Это возможность самоутвердиться или это исключительно бизнес-интерес, потому что там вы больше денег заработаете, например? Я предполагаю, что у нас с момента создания компании речь не шла про самоутверждение, то есть там у меня, у моего бизнес-партнера нам просто интересно делать вещи, которые нам нравятся. То есть, вот... Вы делаете их здесь, они успешны, ну и... Мы делаем их здесь, они успешны, но... А, интересно свои вещи продавать людям в разных странах, то есть, когда тебя любят не только в рамках одной страны, а когда тебя любят в рамках достаточно больших государств, и, в общем, куда бы ты ни приехал, ты везде можешь видеть, что твои вещи продаются, пользуются популярностью. Да, я опять же не согласен с тем, что это прям такое самоутверждение, это скорее самореализация. То есть, вот с точки зрения подхода самореализации, нам очень хочется, чтобы там в играх, в необычных подарках, которые мы делаем, была востребованность не только в России, но и в Европе, в США, в Японии, где угодно. Я понял. Ну, самореализация, да, в конечном итоге то же самое. Дим, скажи мне, пожалуйста, вот у... Ну, я так подразумеваю, у любого продукта, и у игры на столе, в частности, наверняка есть срок жизни какой-то. Я не имею в виду физическом смысле, когда затерлись уже циферки на кубике, да, или потрепалась, значит, сама карточка, что-то еще. Ну, после, когда вот уже, да, идея отыграна, что называется, там, я не знаю, спрос на нее падает. Скорее наоборот. Вот, вот. Так ли это, и если это так, то как поддерживать? То есть надо перевыпускать, надо что-то новую фишку какую-то придумать каждый раз. Как это живет? Ну, так и делается. Игры, они растут прям вместе с игроками. Вот та же там, ну, самая известная настольная игра, это Монополия, тут спорить никто не станет. Вот. Ей уже исполнилось, там, 70 лет, и о том, что это заигранная механика, никто не говорит. Хотя все говорят, что, ну, я в Монополии играл, ну, давайте что-то новое. Ну, сколько уже можно, да. Да, да. Что настольная игра, она с каждым годом прибавляет, 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 прибавляет. То есть у нее пока жизненный цикл, мы не видим его конца. Ну, по крайней мере, не видим, да. Может быть, он где-то есть. И пока мы говорим о том, что и настольные игры, они реально растут вместе со своими игроками. Я здесь полностью согласен с Димой. У нас просто как раз аналогичная ситуация, что там, сначала мы выпустили просто классический набор нашей игры, после этого мы выпустили первое дополнение, второе, третье. Сейчас выпустили набор для детей. Буквально через месяц, я предполагаю, мы выпустим, наверное, первое в России, может быть, и первое в мире дополнение в 3D. То есть у нас будет настольная игра в 3D. А как это выглядит, настольная игра в 3D? Для каждого игрока будет комплект анаглифных очков, и, соответственно, все изображения, которые видит игрок, они у него объемные, они у него стереоскопические. Вот, я не знаю, есть ли западные аналоги, но... Есть уже, да. Черт. Черт. Эх, ты боже мой, не успели. Ну, не бойся, это не в вашем сегменте, все нормально. Прекрасно. Ваша игра зайдет. Вот, поэтому согласен полностью с Димой, что, наверное, жизненный цикл у любого продукта существует, и там, бесспорно, у настольной игры есть какой-то жизненный цикл. Просто, если мы говорим про игры, которые полюбились, стали популярными, живут и переходят с поколения в поколение. То есть я, будучи маленьким, у меня дома, естественно, была монополия, был эрудит, еще какие-то игры, которым там 30, 40, 70 лет. Вот, и я полностью уверен, что и мои дети будут играть в монополию, в эрудит или там в какие-то другие аналоги этой игры. Вот, то есть конца жизненного цикла не видно. Дай бог, смотрите, мы заговорили, ну, по крайней мере, употребил сейчас Дима в своем рассказе слово «дети, дети». Нет вообще ощущений такого, что изначально настольная игра именно для ребенка была создана. Ну, как минимум, да, начиная от механики, простая механика, там, кубик бросить, карточку передвинуть, там, картинку какую-то рассмотреть. А потом оттуда она вот неким образом эволюционирована. Ну, давай, Сереж. Мне кажется, что скорее нет. Мне до сих пор кажется, что большинство настольных игр созданы именно для тех вещей, которые мы обсудили. Это для коммуникации между людьми, для какого-то такого хорошего игрового азарта. И мне кажется, что вот эти вещи, они у детей присутствуют и без настольных игр. То есть у детей нет проблем с коммуникацией друг с другом. Дети не сидят в интернете, в телефонах. У детей и так присутствуют... Сейчас уже сидят, Сереж. К сожалению. Возможно, поэтому сегмент детских игр сейчас будет хорошо расти, но большинство... То есть бесспорно, есть игры для детей, достаточно большой сегмент, достаточно много игроков в нем играет, но мне кажется, он далеко не самый емкий. То есть в основном настольная игра в классическом своем виде — это штука, в которую рубятся вполне себе состоявшиеся взрослые. Основной прям возраст — это 25-35. Это основная и покупательская способность у людей 25-35. У них наибольший интерес к настольным играм. Это люди, у которых появляются первые, вторые дети. Они, конечно же, тоже детей своих приучают, но все-таки они настольные игры покупают для себя, для своих друзей. И под какой-то случай. Они едут на дачу, они берут на дачу что-то. Они едут в дорогу, они ребенку... На, поиграй. Сиди, вот, только не мешай. Это под какой-то случай уже. Это в основном все-таки взрослые. Я понял. Ну, а к механике, если вернуться, нет ощущения, мне вот такое ощущение однажды пришло в голову, что, ну, разнообразие, да, мы говорим о разнообразии настольных игр, да, одни, такие, сякие, пятые, десятые, десятые. Но в конечном итоге все сводится к тому, что вот ты смотришь на картинку, бросаешь кубик, передвигаешь фишку. Ну, если совсем, вот, в совсем грубом приближении, можно отнестись и так, но, тем не менее, существует достаточно большое количество игровых механик. Причем мне не кажется, что все игровые механики, которые будут в настольных играх, уже придуманы, и что вот все, сейчас будет лишь комбинаторика изменения картинок, кубиков и фишек. Что есть еще достаточно большое количество интересных решений, к которым просто люди не пришли и придут. То есть мы стараемся работать в этом направлении, мои коллеги стараются работать в этом направлении. Есть какие-то, вот, это было бы интересно услышать сейчас, ну, как бы принципиально, как может отличаться настольная игра от того, что мы сейчас знаем, принципиально. Я не знаю, там настенные будут. Ну, есть игры вообще, в которых не участвует кубик и нет фишек. Серьезно? Да. И это являются, тем не менее, тоже настольные игры. Конечно, в общем виде, там, не знаю, один процент нашего населения знает, что такое настольная игра, и представляют ее, конечно, как кубик, фишка, поле. Это основные элементы для них. На самом деле, многие игры как раз-таки на это и не затутят, у них этого элемента может не присутствовать. Игры, которые мы производим, это стратегические игры, где и кубика нет, там поле, там, это серьезные игры типа шахмат, да, в шахматах нет кубика. Ну, там есть поле, там есть фишки. Есть ряд игр, в которых люди начинают рассказывать какие-то истории, там, используя какие-то карточки, которые у них есть, и там игра формируется просто в процессе. Мы сейчас, опять же, через несколько недель выйдет игра, где люди должны будут писать самые банальные ассоциации на те или иные слова, которые им предлагаются. Да, соответственно, тоже ни кубиков, ни фишек и ничего, к чему привыкли в стандартных настольных играх здесь нет. Ну, и я просто время от времени стараюсь заходить в магазин настольных игр, чтобы понимать, что сейчас творится, какие новинки есть. Есть гигантское число абсолютно различных механик, то есть люди могут найти себе развлечения в настольной игре на любой вкус. Нравится кидать кубик, передвигать фишки, там, это одни игры. Нравится думать, отвечать на вопросы, это другие игры. То есть есть прекрасные игры викторины, когда люди могут играть, используя только свой мозг, те навыки, знания, информацию, которые они получили, и просто устраивать дома мини-викторины, мини-игры, что, где, когда и прочее. То есть спектр очень большой. Ну, а если вот пофантазировать о некой революции, да, в ближайшее или не очень время, то как может действительно измениться, видоизмениться настольные игры? Мне кажется... Или в какую сторону, по крайней мере, да? Мне кажется, что некой сильной революции не будет. Это в любом случае игры, которые чуть-чуть лишены технологической составляющей. Именно поэтому, да, революции? И чуть-чуть лишены интерактивной составляющей. И что мы в свое время даже думали, что, возможно, стоит как-то этот недостаток настольных игр убрать и в эту сторону повернуть. Да, но в итоге решили, что все-таки те задачи, которые настольные игры выполняют, они формируют как раз... Правила игры формируют рынок, формируют тот вид настольных игр, в котором они есть. И, в общем, что решили ничего не привносить нового. Ну и правильно. Мы сейчас еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ. И потом продолжим. Итак, друзья мои, последняя часть эфира. Напомню, сегодня в бизнес-классе мы обсуждаем тему рынка настольных игр в России. И у меня в гостях Сергей Кузнецов, создатель игры Imaginarium. И Дмитрий Борисов, совладелец компании Мосигра. Сереж, помимо Imaginarium, не случайно ты меня поправил, что создатель игры и многих других. Ну, бог с ним, многих-немногих. Тем не менее, да. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, вот что помимо Imaginarium. У нас был интересный проект. Не могу сказать, что мы продали большое количество коробок, но просто нам хотелось его сделать, и мы его сделали. Это реинкарнация настольной игры 19 века флир цветов. Мы случайным образом нашли оригинальную коробку с оригинальными карточками, и там оригинальными, еще на, видимо, старославянской, с красивыми предложениями, с ятями и с прочим. Вот. Мы сделали переиздание этой игры. Она нам очень нравится. Но мы сейчас очень активно планируем, и все наши проекты мы зацикливаем на Party Games. То есть, вот сейчас выйдет игра, буквально через несколько недель, это игра капитана очевидности, в которых, в рамках которой людям нужно быть очень банальными. Мы планируем до конца этого года сделать игру с 3D-очками, про которые я говорил. И, опять же, в России мы будем первые, кто так сделает. Ну, и есть еще в разработке несколько игр. У меня есть очень смешной бизнес-кейс. Мой партнер, который старается так же, как я, придумать новые игры, решил сделать примерно год назад игру про финансовую пирамиду, такую экономическую стратегию. Актуальненько. И с очень хорошими математиками, с людьми, которые заканчивали МГУ, Бауманку и прочие хорошие вузы. Господина Мавроди мог бы, наверное, привлечь. Господина Мавроди мы будем чуть-чуть позже привлекать уже, видимо, к промо этой игры. Но в течение года математические модели, по которым игра должна быть интересной, они получаются не до конца. То есть, вот мы год, я даже боюсь считать, какое количество денег мы потратили на разработку, и какое количество времени, часов. Я скажу честно, я очень нередко ломаюсь на каких-то этапах в проектах. Уже готов. Это единственный... Нет, это уже сломался. Уже сломался. То есть, где-то полгода назад я сказал, что ребята, без меня. Вот, смотрите, я буду рад вкладывать деньги, я буду рад вкладывать время, когда это нужно будет издавать, но создавайте без меня. Ну, вот, я думаю, что еще месяцев 6-8 и российские... Подожди, я, кстати, извини, нет некого символизма в том, что, да, изначально, с точки зрения финансов, пирамида, это утопия, вот поэтому у тебя, так сказать, и не идет этот проект. Здесь как раз в этом нет сложности. То есть, мы как раз хотели сделать первую экономическую игру, в которой все проигрывают, вот, и нужно лишь додержаться по последнему, и не проиграть. Но, тем не менее, с механикой пока есть сложности, и вот эти сложности стараемся обходить. Но уже без тебя, видишь, как, сложности будут без тебя обходить. Дима, вы... Сереж, тебе тоже вопрос, Дима. Вы как взрослые люди, естественно, да? Наверное, у кого-то вызываете ряд вопросов именно по поводу того, что... Ну, не вдаваясь в подробности, да, чем вы занимаетесь? Мы вот настольными играми. Издаем настольные... То есть, что должно мотивировать изначально? Ну, помимо банальной, да, зарабатывать деньги можно везде, собственно, где можно. А что должно мотивировать взрослым человеком? А чем он должен быть мотивирован для того, чтобы действительно вот сюда прийти? Любовь ли, да, воспоминания детства ли, ностальгия какая-то, да? Или какие-то другие бизнес-задачи? Наверное, все. Все вкупе? Да. Ну, конечно, деньги немаловажный момент. Но зарабатывать деньги, там, продавая сталь, наверное, не так романтично, как настольные игры. Ну, а потом, конечно, очень приятно, когда я общаюсь с людьми, знакомлюсь с ними, они говорят, что Мосигра. О, Мосигра! Да правда, Мосигра! Серьезно, то есть они уже в материале, да? Да, я бы представляю, что бы они сказали, что я занимался сталью. Сталь! О, сталь! Вы сталь, да! Вы из стали, дайте я вас потрогаю. Мы тоже шутили, что если бы нас интересовали деньги, мы бы, вероятнее всего, продавали трубы большого диаметра. Но так как деньги не являются той мотивацией, которая заставляет там... Сереж, извините, я тоже пошучу. Мы бы продавали трубы большого диаметра, но поскольку уже труб свободных не осталось, мы решили заняться настольными... Мне кажется, что даже и в трубу-то могли влезть, если бы захотели, но суть не в этом. Мне на полном серьезе интересно каждое утро просыпаться. У меня в голове гигантская пачка задач по текущим проектам, по следующим проектам. Мне интересно эти проекты развивать, доводить до логического конца, видеть готовый продукт, который ты сам придумал, на всех этапах контролировал... Ну вот смотри, ты сейчас абсолютно убедительно рассказываешь, при этом ты ни разу не сказал «настольная игра», «настольная игра». То есть проект, он может быть труба действительно, может быть настольная игра, может быть, я не знаю, какой-то продукт питания, понимаешь? Ты говоришь о бизнес-процессе, а здесь, когда отсюда идет что-то... У меня... Я могу объяснить, почему я избегаю слова «настольная игра», связанное с тем, что в начале программы я говорил, что мы работаем в двух направлениях. Это настольные игры и странный лайфстайл, то есть очень странные потарки. Мы там сделали плеер, который представляет из себя камень с гнездом для наушников и наушники. Назвали его «Дзенплеер», у нас там большая линейка дзенпродуктов, и, в общем-то, нам очень нравится делать эти странные... Ну это вы так уже развлекаете, я так понимаю, да? Тем не менее, вот за прошлый год в России дзенплееров купили примерно на 3 миллиона рублей. Да ты что? Прилично. Люди тратят деньги, чтобы слушать «Тишину». Это достаточно прибыльное развлечение. С одной стороны, но с другой, это и правда очень сильно мотивирует себя создавать что-то новое, интересное, прикольное, не боюсь этого слова. Ты про дзенпазл расскажи. А, ну, есть дзенпазл, это коробка, в которой очень большое количество кусочков паззлов, которые нужно собрать, это просто паззл белого цвета. Собирать его можно не по рисунку, а лишь используя форму. И люди покупают, людям очень нравится. Мы как раз линейку дзенпродуктов стараемся активно развивать. Сейчас сделали прогулку, которым я, наверное, больше всего горжусь. Там максимальное число людей принимало в его создании. И он вышел на полном связи очень крутым. Это дзен ежедневник. Это ежедневник, где на каждый день есть уже готовые планы. Они очень хорошие. Он очень круто проиллюстрирует. У меня жена, кстати, уже хочет купить. Я подарю. Это так делается. Я почему-то представил, о каких планах идет речь, да? Они абсолютно там с другой планеты, наверное, планы-то. Нет-нет, там начинают от того, что пойти здороваться с незнакомыми людьми в метро, вот, заканчивая, это, по-моему, из Антаджа фразой, что понюхайте лапу у собаки, это самый приятный запах, который вы можете почувствовать. Ну, в общем, у нас был очень хороший копирайтер Амбута Ванна. И очень хороший иллюстратор. В итоге очень светлый, добрый, хороший вышел продукт. Смотри, копирайтер, да, копирайтер, это профессия очень ценная, иллюстратор тем более. А идеи-то, это все-таки вещь. Да-да, вот эти сумасшедшие люди создают настольные игры. Эти идеи наши. Ваши личные, никому вы не обращаетесь за идеями. Или, может, есть опять возможность откуда-то... Мы со всех каналов, с которых мы можем общаться с нашими потребителями, и говорим следующее, что, ребята, если у вас есть интересные, сумасшедшие штуки, приходите к нам, мы их будем сделать. Сейчас два проекта одновременно делаются. Это не наша идея. Одна идея с картонным телевизором. Мы будем продавать в подарочных сетях достаточно большой картонный телевизор со сменными изображениями. Его также можно надевать на голову. Второй проект, Дим, ты будешь смеяться, но мы и к вам его все тоже привезем. Он уже смеется за меня. Я знаю, что от Сереги очень оригинальные штуки поступают. Это шапочки из фольги. К нам пришел человек и говорит, слушайте, ребята, надо делать шапочки из фольги. Для бассейна шапочки? Нет, это вот такие, которые защищают от разных излучений, по мнению людей, которые боятся чего-то. Мы прям в маленьких пакетиках будем продавать шапочки из фольги. И, в общем-то, это будет... Такие оригинальные подарки, они действительно очень хорошо сочетаются с настольными играми. Потому что настольные игры очень часто покупают в подарок. Ты приходишь не только себе купить, но и другу. Это как бы оригинальный подарок такой. У нас даже вот... Серега нам поставляет все вот эти вот штуки сумасшедшие, о которых он рассказывает. Нам их отдает продавать. И мы даже на своих магазинах пишем настольные игры и подарки. И подарки, потому что это настолько вещи близкие. Здесь есть достаточно странная статистика и достаточно большое удивление с моей стороны. То есть мы понимаем, что Мосигра продает гигантское, самое большое количество наших игр. Ну, потому что, если я правильно понимаю, ребята являются лидером российского рынка. Но когда мы понимаем, что и подарки, сувенирные продукции, они продают не хуже, чем специализированные магазины, в общем, я достаточно сильно удивлялся. А есть специализированные магазины? Да, там Республик, например. Они продают исключительно книги и подарки. У них это откровенная специализация. Когда я понял, что ребята продают... Мы сделали странный проект «Бабушкин погребок». Мы замариновали в трехлитровой банке плюшевую игрушку с лавровым листиком, с перчиком, со смешной этикеткой «Сумасшедшей бабушкой». В общем, все очень хорошо. И ребята идеально продают. Все хорошо работает. В общем, удивительно. Я очень порадовался твоему рассказу. Ну и главное, все-таки идеи. Идеи эти в очередной раз приходится признать. Они должны быть свежи, они должны быть оригинальны, не банальны, опять-таки, несмотря на то, что ты рассказывал сегодня про банальщину. Некоторые времена назад. Это любопытно всегда. Ну что ж, осталась минутка буквально. Дим, давайте вернемся уже посерьезнее. Поговорим о сегодняшней теме. Рынок настольных игр, его, ну, в ближайшее время потенциал его развить. Ну, вообще, как ты его видишь, вот, с точки зрения какого-то будущего, да, ближайшего, среднего, долгосрочного. Ну, я думаю, что, конечно, он будет серьезно расти. Вот, в какой-то момент он серьезно выстрелит. Это будет качественное изменение самого рынка. Настольные игры появятся абсолютно везде. И, в общем-то, для меня будет тем самым моментом, когда рынок развился, когда я буду заходить в чужие квартиры, дома и видеть на полке 2-3 обязательно настольных игры. Вот как книжки, вот у нашей страны, да, заходишь в любую квартиру, стоят книжки на полке. Вот если среди этих книжек окажется 2-3 настольные игры, это как раз будет момент, когда настольный рынок развился в нашей стране. Добавишь что-то? Вряд ли могу что-то сильно добавить. Мне кажется, что рынок на определенный момент, когда придут крупные игроки, он немножко устаканится и останется 2-3-4 очень крупных игроков на рынке. Сейчас ситуация чуть-чуть иная. Сейчас есть откровенные лидеры и достаточно большое количество мелких компаний, которые пытаются в этот рынок войти, потому что, как и говорил Дима, рынок очень развивающийся. В него интересно входить. И для меня становлением рынка станет момент, когда я пойму, что на рынке осталось не очень большое количество только крупных игроков. Соответственно, мы понимаем, что момент настал. В России стал нормальный взрослый рынок настольных игр. Спасибо огромное. Уважаемые слушатели, я еще раз напомню, сегодня в студии бизнес-класса был Сергей Кузнецов, создатель игры Imaginarium, и Дмитрий Борисов, совладелец компании Мосигра. Спасибо вам, уважаемые гости. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание, всего хорошего. До свидания. Спасибо вам. До свидания.